всем привет дорогие друзья вы на канале айти доктор сегодня мы будем подробно рассматривать медиа запросы в предыдущем видео я вам рассказал что они записываются таким вот образом собачка медиа и дальше идут какие-то стили так как мы обычно их записываем теперь подробнее про сами медиа запросы медиа запрос пишется мы уже говорили об этом медиа и теперь через пробел мы можем указывать тип носителя то есть устройство я говорил вам что бывают разные по умолчанию стоит all то есть для всех также есть handheld то есть для смартфонов прошу прощения здесь эй handheld print для принтеров скрин для экранов обычных tv для телевизоров и некоторые другие которые не очень популярны мы же будем пользоваться в основном либо же screen либо handheld давайте пока что оставим только screen то есть для нашего экрана далее рассмотрим два логических оператора если вы не знакомы с языками программирования вообще и не знаете что такое логические операторы то не переживайте сейчас я вам расскажу простыми словами что это значит а в следующем видео курсе где мы будем изучать язык программирования javascript будем подробно все это рассматривать логические операторы это что-то наподобие таких вещей как например мы используем плюс сложить минус вычесть умножить разделить это арифметические операторы а есть логические логические операторы их здесь два у нас and и not то есть медиа запрос для типа экран и здесь у нас скобках будет еще какое-то значение будет выполняться все что внутри фигурных скобок это что касается and not работает таким образом что мы ставим например not screen это означает что медиа запрос для всех устройств кроме экранов то есть для мобильных для принтеров и так далее будет работать нас сейчас это не интересует мы ставим screen пишем and и теперь в скобках у нас могут быть медиа функции это у нас следующий раздел медиа функции здесь мы можем записывать различные функции которые помогают нам задавать условия чтобы отслеживать какие-то изменения на сайте и проводить определенные стили для смотрите мы здесь можем указать в скобках просто color больше ничего это означает что для всех экранов цветных то есть это цветность для всех цветных экранов у нас будут применяться такие стили но это сейчас не очень актуально почти все экраны цветные черно-белых вы уже вряд ли где встретите тем не менее такая функция имеется далее у нас есть аспект ратио через двоеточие записывается соотношение сторон например 16 к 9 это означает что все экраны с соотношением сторон 16 к 9 будут иметь вот такие вот стили далее у нас очень полезное свойство orientation вы я думаю уже догадались то есть у нас бывает альбомная ориентация и портретная то есть по горизонтали лист у нас или по вертикали выглядит это вот таким образом это у нас альбомная а это портретная то есть мог где это может применяться например смартфон если он в альбомной ориентации то есть стоит вертикально применяются такие то стили если он в горизонтальный то есть его развернули применяются другие стили это на примере то есть для смартфонов это очень актуальный вопрос как же здесь записать альбомная это landscape а портретная portrait вот так вот одно из этих значений здесь может применяться это что касается ориентации далее resolution если вы знаете английский то вы я думаю поняли что это разрешение разрешение у нас может записываться в точках на дюйм то есть dpi мы пишем так и пишем 300 dpi или в сантиметрах ну это очень редко используется тем не менее dpi cm это в сантиметрах то есть точек на сантиметр обычно такое вы знаете есть у смартфонов то есть какое то количество точек на дюйм приходится у экранов чем оно плотнее тем конечно же выглядит изображение лучше и здесь мы можем отслеживать такие параметры также у нас есть скан здесь у нас может быть interlace и прогрессив interlace то есть черезстрочная развертка прогрессив прогрессивная такое понятие у нас используется в видеомонтаже или же в телевизорах то есть телевизоры бывают с черезстрочной разверткой и прогрессивной такие атрибуты позволяют нам отслеживать это если вдруг мы пишем какое то приложение какой то сайт с адаптацией под телевизоры поэтому данная функция может применяться и самое интересное самое часто используемое я оставил напоследок это у нас то есть высота как вы уже поняли она может быть здесь трех типов давайте вот так запишу хейт это просто высота мин хейт минимальная макс хейт максимальная теперь смотрите как это работает минимальная высота означает если мы напишем 500 пикселей это означает что для всех экранов у которых высота больше чем 500 пикселей именно больше будут применяться эти стили а макс хейт наоборот то есть максимальная например у нас 1000 пикселей 1000 пикселей и все что меньше 1000 пикселей у нас будет применяться с таким стилем немного нелогично на первый взгляд выглядит но тем не менее вы поймете в чем тут смысл высота не очень часто используется конечно же в мобильных она может применяться в устройствах а более часто используемая у нас вид также есть обычный мин вид и макс вид работает оно точно так же то есть мин вид 500 пикселей это если более 500 пикселей а макс если менее 1000 также мы здесь можем указывать end и записывать минимальная 500 например максимальная 1000 сразу же смотрите теперь на примере как это работает сейчас я здесь включу режим мобильного устройства ctrl shift м в браузере mozilla firefox developer edition можете посмотреть видео урок по этому очень удобный инструмент для разработчиков помогает нам проверять сайт на адаптивность на разных устройствах давайте напишем такую вот конструкцию screen and max with 900 пикселей внутри напишем body background green и скопируем три раза поставим здесь 700 пикселей здесь 500 и 300 поменяем цвет blue red и пусть будет yellow теперь я расскажу вам как это работает а потом покажу именно на примере с помощью таких запросов мы должны достигнуть какого результата у нас если ширина максимальная ширина экрана меньше чем 900 пикселей у нас будет фон зеленого цвета конечно же здесь мы можем указывать любые стили я думаю вы уже сообразили что мы можем таким образом менять например размер шрифта его цвет и другие какие-то элементы и указывать это здесь то есть для всех у кого максимальная ширина больше чем 900 если же максимальная ширина менее 700 то у нас применяются такие стили и так далее по убывающей то есть для разных устройств по мере их уменьшения ширины мы меняем цвет фона пока что и смотрите как это работает у нас сейчас вы видите вот здесь вот это ширина у нас 912 пикселей сейчас я буду сжимать здесь край и вы увидите как она будет меняться и наши стили начнут применяться смотрите мы сжимаем вы видите у нас становится менее чем 900 пикселей и у нас сразу же применяются вот эти вот стили которые написаны у нас в данном медиазапросе то есть green вы видите фон поменялся следующий раз у нас должен фон поменяться на синий при 700 пикселях смотрите сжимаем 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 вы видите вот эта вот граница вот она оп и у нас становится синий цвет фона то есть все это очень прекрасно работает и так далее то есть на 500 пикселях следующий раз и последний раз на 300 то есть таким образом с помощью медиазапросов можно создавать адаптивные сайты которые будут меняться в зависимости от ширины например экрана либо же от ориентации развернутости экрана то есть при портретной и альбомной ориентации и многое другое то что мы рассмотрели в этом видео уроке поэтому мы обязательно будем применять медиазапросы для того чтобы делать сайты адаптивными под любые устройства вы видите в зависимости от ширины мы сейчас просто меняли фон но в дальнейшем будем менять и другие стили а на этом у меня все обязательно переходите к следующему видео уроку с вами был айти доктор не забывайте подписываться на канал пишите комментарии ставьте лайки и услышимся в следующих видео видео и